итак сегодня будет вот такой вот франкенштейн я назвал его франкенштейн потому что он состоит из многих частей что у нас тут входит материнская плата основа g970 ads 3p 4 слота оперативы fm ой m3 плюс сокет там у нас fx 4 300 четырех ядерный монстр блок питания будет на 650 ватт thermal take tr2 ssd плекстр на на 256 до 256 256 до гигов с офигенной скоростью далее оператива оператива 1 там кстати у нас четырех канал по моему да это у нас насколько это на 8 далее на 8 и две планочки по 4 то есть в сумме это у нас 24 гигаболтики крепление для материнки монитор 2233 samsung think master и в роли графического будет у нас видеокарта r9 280x на внимание на 3 гигабайта такая вот мощь и это все будет помещаться вот в таком вот корпусе хотел я попроще но решил что почему бы и нет почему бы не засунуть это все воду этого красавца от гигабайт а и кулер кулер простенький если его не хватит то придется доставать расчехлять другой кулер у меня бета 200 st по идее его должно хватить вот до этого процесса начального уровня ну что начнем познакомились погнали и так погнали моими магическими руками вот у меня есть такой вот системный блок берем бекплейт для от материнской платы и вставляем заднюю стенку этого системного блока они все стандартизированы то есть сюда подходит абсолютно любой бекплейт от любой материнской платы поэтому вставляем до щелчка что все плотненько сидел далее берем материнскую плату у нас процессор уже должен быть вставлен я вставлял его за кадром но могу отдельно потом показать постановку перед тем как поставить материнскую плату нужно проверить вот эти вот болты точнее него не болты а крепежи куда мы будем вкручивать болты собственно говоря они должны тоже быть плотно вкручены и не болтаться у меня их 6 штук и вот на плате есть таких же 6 дырок на самом деле дырок больше но мы будем 6 вкручивать поэтому этого достаточно для распределения нагрузки равномерной вставляем аккуратненько чтобы все дырочки сошлись плюс минус одна к другой и начинаем потом закручивать вот эти вот болтики болтики у меня идут в комплекте у меня есть такая вот отверточка очень удобно лучше взять побольше отвертку и начинаем эти шесть болтиков прикручивать собственно говоря вот у вас может быть их больше кстати говоря прикручиваем и сейчас я могу чтобы не хватить стыдом подоктать и не у нас выбрали все несколько штук и все имеют но и все их за раз в иной а вот это все что есть в этом сегодня это помнил два пункта а вот теста я вот просто да блин у меня водитель 1 это сделал на покрытку и когда к нам они все получились в помню как и вот и я просто так это за раз в принципе эти исследования в большинстве которые нужно было выразить ко мне они были изменилием начальник к нам и все вот и в принципе это в принципе там и вот это за раз в начале Так, как только вы прикрутили все 6 болтов, берем оперативную память. Оперативной памяти у меня 4 слота, 4 оперативки, 2 по 8 и 2 по 4 гигабайта на частоте 1600. Возможно, будем его подгонять, но не важно. В 8 мы ставим слоты серенькие, чтобы память работала в двухканале. Ну а рядышком поставим 4 гиговые, свободные черные слоты. Обязательно устанавливайте так, чтобы, ну это DDR3 память и у нее, смотрите на прорезь, но вы по-другому просто не поставите. Если память не ставится, достаточно легко она должна вставляться, то вы ставите не той стороной, а обязательно эту сторону проверяйте. Вот, все слоты у меня будут в итоге заняты. Всего в сумме получается 24 гигабайта памяти. Это очень много, то есть для современного мира достаточно, там 16 гигов. Все, память установлена. И переходим к Aircall. Кулер. Кулер очень простенький, но его достаточно, чтобы рассеивать тепловыделение этого процессора FX400. То есть кулер у нас на сотку FX400, он 95. Рассеивание мощности. Вот. Сразу в комплекте идет термопаста. Термопаста очень простая. Если у вас есть что-то получше, конечно, лучше сюда поставить не стандартную термопасту, а какую-то там GD900 все рекламируют. Ну, в общем, которая по теплопроводности будет получше. Эту термопасту я буду менять буквально через месяц, наверное, потому что она просто затвердеет. Ее наносим, но чем придется, в данном случае я буду наносить упаковку из-под термопасты, поэтому и разглаживать ее ей же. Поэтому, ну вот, я слепила из того, что было, собственно говоря. Продолжение следует. Далее переходим к установке, собственно говоря, кулера. Лучше начинать не с подключения, как я потом понял, а именно с установки самого кулера, потому что я его первый раз поставил неправильно. Нужно изучить. Для меня это была новая конструкция на Socket.IM. Я тут достаточно долго повозился, но в итоге кулер у нас установлен будет правильно. Как же разобраться, как он ставится? Ага, вот есть у нас такая вот штукенция и кулер мы установим все равно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Переходим к блоку питания. Блок питания Thermaltake ТР2 на 650 ватт. 652 rx. TR2 rx. Яблочко обязательно кушаем яблочком. Так, Thermaltake ставит сверху, бывают системные блоки с нижней установкой блока питания, у нас верхний стандартный. 4 крепежных болта закручиваются очень легко, то есть блок снятый с другого компьютера, поэтому все очень хорошо и удобно, чинно и благородно. Закручиваем крепко, чтобы ничего не болтало. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Далее переходим к видеокарте установки. Установка видеокарты у меня R9 280x от Radeon на 3 гигабайта. У нее есть небольшой косячок, вентиляторы крутятся, все в порядке, но об этом чуть-чуть попозже. Вставляем в слот PCI-Express. PCI-Express здесь два слота, поэтому выбираем самый верхний. Например, устанавливаться должно до щелчка. Обязательно закручиваем болт. Это обязательно, чтобы ничего не болталось. И подключаем кнопку питания. Сразу же кнопка питания. Включение, точнее говоря. Она называется PowerSV. PowerSV устанавливаем надписью вниз. Чтобы надпись PowerSV была вниз на подключаемых проводах. Таким образом. Находим на материнке PowerSV и прячем провода. Вот таким вот образом, чтобы они ни за что не цеплялись. Далее подключаем питание 24 pin к материнке. К материнке подключаем. Все очень аккуратненько, чтобы ничего не сломать. Это можно было сделать до подключения видеокарт. Я делаю после. Неважно. 8. 15. 21. 12. 24. 25. Так. 24. 25. 31. 31. 33. Теперь ищем питание 14 вольт и переходим к подключению дисков. Подключение диска у нас один, будет SATA Plexter SSD на 256 гигов, подключается очень легко, значит это мы подключаем к блоку питания, а теперь ищем вот такой вот красненький шнурочек, он у вас может быть другого цвета, это SATA Plexter. Порт подключенный к материнской плате, там тоже ищем разъемчик и желательно подключать в SATA 1, но на самом деле ничего страшного, если вы подключите там любой другой SATA, но чтобы компьютеру мозги не парить, лучше подключить в SATA 1 или SATA 0 у некоторых еще называется, SATA 0. Я его пока просто кинул и блок питания в принципе у нас уже собран, значит закручиваем в VGA разъем, у меня как вы видите с переходником, с DVI на VGA, потому что шнура у меня нет другого, да и монитор не поддерживает. Далее подключаем питание к блоку питания, обязательно посмотрите, чтобы блок питания был выключен, чтобы ничего не разорвало сразу же при первом подключении. Ну и собственно говоря, все, наш комп готов, наш мистер Франкенштейн готов к первому запуску. Сейчас посмотрим, включаем кнопочку и комп сразу же загрузился, вуаля, но проблем. Работает достаточно тихо, не считая одного нюанса. Подключаем мышку, клавиатуры у меня нету, поэтому пока только мышку идет. Давайте зайдем в системный раздел и посмотрим, как видно все. Так, 24 гига оператива он увидел, процессор FX4300 на месте, все работает. Далее смотрим видеокарту. Видеокарта 200 RX распознал, 200 серии, OR9200. Как на нее подкинулись драйвера мы посмотрим позже. Процессор здесь, и собственно говоря, все на месте. Ну что ж, переходим к тестам. Ну а с вас лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok